всем привет меня зовут вика я рада видеть вас на своем канале и сегодня у нас новый мастер-класс мы будем вязать вот такую прихватку зайчика это символ будущего 2023 года пока что у меня она связана вот такая одна односторонняя но прихватка будет двухсторонняя аналогично той что было в прошлом году вот так пока у меня выглядит вторая сторона вы можете вязать просто одну такую штучку не делать ее двухсторонней двухсторонняя будет выглядеть вот так вот вот но если вы хотите использовать прихватку по назначению вот это я сейчас активно пользуюсь то вяжите тоже двухстороннюю соответственно две одинаковых детали потому что если вы свяжете ее одиночную она у вас будет чисто для декора потому что она будет обжигать руки несмотря на то что плотность вязания достаточно хорошая она вроде бы кажется плотная но она пропускает горячий горячую температуру что нам понадобится нам с вами понадобится пряжа это у нас белый серый и черный цвет для зайчика и фиолетовый для самой прихватки фиолетовый на самом деле не очень новогодний цвет но вы можете взять какой-то зеленый или красный и я подумала что вот эти пустые свободные места можно задекорировать например вышить тонкой белой ниточкой снежинки тогда она будет более новогодние а вот так вот она какая-то более весенняя подойдет кстати еще например на пасху вот прихватка получилось 15 на 15 сантиметров у меня крючок я использовала 2 миллиметра при использовании этих материалов пряжи yarnart джинс полухлопок получится у вас прихватка 15 на 15 если хотите прихватку побольше берите пряжу потолще и крючок побольше сразу скажу если вы привыкли вязать yarnart джинс допустим вяжите игрушки крючком не два а меньше например полтора как это делаю я или там 175 то вязание прихватки используйте крючок побольше чтобы она не была у вас колом не стояла супер жесткой чтобы не была используйте крючок все-таки я рекомендую не меньше двойки однозначно и так приступаем с вами к вязанию начнем с фиолетового цвета с основного с цвета прихватки мы набираем 44 воздушных петли с вами вязать будем поворотными рядами 4 5 6 7 8 набираем 44 петли набрали 44 воздушные петли и со второй петли от крючка мы будем вязать 43 столбика без накида то есть весь ряд все столбики провязываем столбиками без накида прихватка вяжется поворотными рядами соответственно в каждом следующем ряду мы будем делать одну воздушную петлю подъема разворачиваю и разворачивать вязание провязываем столбиками без накида до конца ряда провязали 43 столбика без накида и так в конце ряда делаем воздушную петлю подъема разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону и нам нужно провязать еще 3 ряда по 43 столбика вот этим фиолетовым цветом то есть всего фиолетовым цветом у нас должно получиться 4 ряда по 43 столбика без накида провязываем самостоятельно и возвращаемся уже провязали 4 ряда у нас всего получилось делаем воздушную петлю я уже сделала разворачиваем вязание дальше у нас это получается 5 ряд здесь мы уже будем ввязывать другие цвета вяжем 15 столбиков без накида фиолетовым цветом провязываем 15 столбик провязали 15 столбиков но 15 мы не довязываем то есть смотрите сейчас покажу как 14 столбиков полных мы провязали 15 столбик мы вот проводим крючок вот так вот две петельки у нас остается и мы их оставляем для смены нити то есть каждый раз когда мы будем менять цвет мы будем делать так проводим сюда вот черный цвет на эти две петельки нам нужно вот так вот ниточку взять и провести сюда через эти две петельки черный цвет выводим получается петелька на крючке у нас остается уже черное фиолетовый и черный подтягиваем вот эти две чтобы потуже тут было вот так вот у нас получилось дальше фиолетовый цвет у нас остается мы его не обрезаем он у нас остается сзади и мы провязываем 13 теперь столбиков черным цветом вот это черная нить она у нас должна быть ввязана поэтому смотрите она у нас на крючке и далее мы провязываем вот так вот столбик и вот все что он вот этот кончик остался мы его ввязываем то есть она у нас на крючке и провязываем 13 столбиков черным цветом всю вот эту черную ниточку ввязываем и далее в 13 мы будем снова менять уже цвет провязываем 13 столбиков провязали 13 столбиков 13 снова не довязываем здесь снова ввязываем цвет то есть вы поняли да когда я вам говорю по схеме провязать допустим 10 или 15 столбиков то последний то есть 10 или 15 мы всегда не довязываем и в нем уже меняем цвет тогда у нас рисунок будет ровный так меняем здесь цвет здесь нам нужно присоединить снова фиолетовый то есть вы присоединяйте со второго клубка как вот я сделал если нет второго клубка то берем вот покажу на примере белого вот у вас моток фиолетового цвета вот эта сторона допустим часть у вас присоединена уже с этой стороны то вы просто берете достаете с середины еще один кончик то есть фиолетового цвета и присоединяете его уже с этой стороны потому что фиолетовый цвет у нас только по бокам в середине его не будет и так нам будет проще чем каждый раз протягивать фиолетовый цвет от начала до конца и так присоединяем фиолетовый точно также цвет провязываем через две черные петельки черную ниточку подтягиваем далее фиолетовые фиолетовую ниточку ввязываем до конца у нас тут 15 столбиков без накида и мы провязываем все эти 15 столбиков полностью фиолетовым цветом доходим до конца ряда ниточку эту ввязываем то есть она у нас точно также идет на крючке как была и черная я думаю что вы поняли принцип все время будем менять нить именно таким образом если у вас есть какой-то свой собственный способ который вам кажется удобнее пожалуйста используйте его довязываем до конца довязали ряд до конца снова воздушная петля разворачиваем вязание и так и следующий каждый второй ряд со смены нити то есть мы смотрите с вами вяжем лицевую допустим каким-то принципам у нас есть какой-то рисунок то когда мы будем возвращаться то есть изнаночная сторона мы все время повторяем ряд то есть мы провязали 15 13 15 и в обратную сторону мы идем по тому же принципу все время у нас будет изнаночная сторона будет повторяться я вам сейчас покажу какие будут изменения вяжем 15 столбиков без накида доходим до черного цвета и так провязали 15 столбиков смотрите что мы делаем дальше мы вот эту фиолетовую ниточку перекидываем на перед вот сюда то есть на изнаночной стороне мы все нити будем перекидывать на эту сторону чтобы перед у нас был более аккуратный и вот эту черную ниточку мы уже сюда проводим через эти петельки и и у нас тут дальше провязываем 13 столбиков черным и соответственно 15 столбиков фиолетовым и черную ниточку мы тоже перекидываем сюда наперед 13 столбиков мы провязали смотрите снова перекидываем черную сюда вперед снова присоединяем фиолетовую и провязываем 15 столбиков вот здесь вот где вы поменяли цвет не теряйте петли пожалуйста проверяйте вот так перекидывайте и проверяйте потому что вот здесь вот легко первую петельку потерять и не провязать считайте обязательно и так довязали мы с вами шестой ряд дальше вяжем седьмой ряд вяжем 12 столбиков фиолетовым цветом провязываем не забываем сделать воздушную петлю в конце каждого ряда провязываем 12 столбиков провязали 12 столбиков 12 снова мы не довязываем две петли у нас остаются на крючке и сюда нам нужно присоединить черную ниточку вот так вот и и подцепляем протягиваем сильно не затягивайте вот сзади она у вас должна быть вот тут вот расслаблена потому что если затяните то все полотно у вас вот так вот будет сгибаться так протянули сюда черную ниточку и теперь нам нужно провязать 3 столбика черным цветом вот это соответственно задняя протяжка она будет ввязываться она тоже идет на крючок и ввязывается сюда вот провязываем 3 столбика 3 не довязываем вот смотрите сзади она полностью ввязалась 3 мы не довязываем черный оставляем и сюда у нас уже идет белая нить присоединяем все также белый цвет проводим его через две петельки подтягиваем черную подтягиваем черную и далее белым нам нужно провязать 13 столбиков без накида этот белый хвостик который у нас сзади мы тоже ввязываем и провязываем таким образом 13 столбиков без накида провязали 13 столбиков белым цветом 13 мы снова не довязали сюда нам нужно присоединить черный цвет то есть вот этот вот мы делаем вот такую протяжку сзади провязываем сюда черный цвет и сзади у нас получается вот это вот вот такая протяжка в следующем ряду мы ее ввяжем и снова говорю чтобы вы не затягивали свободно 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 все протяжки должны быть очень свободно провязываем 3 столбика черным цветом 3 здесь меняем на в третьем на фиолетовый черную подтягиваем и провязываем до конца ряда здесь у нас должно быть 12 столбиков фиолетовым цветом провязываем и так провязали 12 фиолетовым воздушная петля разворачиваемся то есть сейчас у нас снова ряд повторяется но этот ряд я еще вам покажу как ввязывать все протяжки а следующий уже будете вязать самостоятельно то есть следующие повторяющиеся ряды провязываем 12 столбиков фиолетовым цветом провязали 12 12 не довязываем перекидываем фиолетовую нить вперед здесь у нас черный цвет вступает в силу проводим черный цвет далее смотрите вот это протяжка фиолетовый у нас осталось с прошлого ряда если вам принципиально чтобы задняя часть была тоже аккуратный то мы ее ввязываем вот так вот берем ее на крючок и дальше в столбик следующий черный и провязываем вот таким образом здесь у нас три черных снова вводим ее под крючок и провязываем то есть она у нас смотрите исчезает если вам это не принципиально и вы все-таки перекроете второй стороной то есть прихватка будет двухсторонняя то можете не не провязывать и так черную тоже перекидываем сюда сзади теперь у нас вход идет белая нить провязываем белую и вот эту вот протяжку с прошлого ряда мы тоже ввязываем также как сейчас делали с фиолетовый на крючок и и сажаем и провязываем белым цветом дальше все столбики то есть в каждый столбик мы ее вот так провязываем и то есть она у нас полностью уходит можно было это делать сразу когда мы с той стороны вязали белым цветом ввязывать черную нить точно также как при смене нити но тогда перед бы был неаккуратный если вы вдруг решили так делать то я вам рекомендую все-таки делать протяжку и ввязывать протяжку именно с изнаночной стороны не с передней вот провязываем по белому полностью все столбики вот смотрите как она у нас вся уходит это протяжка и получается сзади у нас тоже ничего не не остается довольно таки аккуратно то есть каждый следующий повторяющийся ряд дальше вы будете вязать самостоятельно и все протяжки ввязывать если не хотите заморачиваться связыванием протяжек то не ввязывайте все равно у нас это все перекроется второй стороной прихватки все это некрасивая у вас уйдет внутрь и никто не будет это все видеть и так смотрите здесь черный тоже делаем протяжку снова в следующем ряду мы ее вяжем когда пойдем вязать вон там вот и провязываем дальше то есть не забываем да что когда мы провязываем каждый повторный ряд самое главное у нас это перетянуть нить сюда вперед то есть все нити и на изнаночной стороне у нас должны оставаться обязательно впереди ну и все и остается фиолетовый провязываем фиолетовый самостоятельно это изнаночная сторона и передняя сторона вот так вот получается здесь 12 остается столбиков довязали сделали воздушную петлю и у нас идет следующий уже получается девятый ряд мы вяжем 11 столбиков фиолетовым цветом так не довязываем 11 ряд в одиннадцатом меняем на черный подтягиваем провязываем черным 2 столбика 1 2 черный на камере зарекалась никогда не вязать но опять вижу два столбика черным цветом и далее у нас уже присоединяется здесь серый старайтесь аккуратно чтобы у вас нитки не перепутывались потому что их очень много так подтягиваем черный серую будем ввязывать серым мы вяжем тоже всего два столбика 1 2 далее меняем цвет на белый так не путаемся серый подтягиваем на белый поменяли серый кончик продолжаем ввязывать далее нам нужно провязать 13 столбиков белым цветом и вот эту вот заднюю черную протяжку вот эту мы продолжаем ввязывать вместе с серым кончиком опять же если не хотите заморачиваться можете не ввязывать 13 столбиков вяжем вместе с протяжкой так провязываем 13 столбиков белым цветом так 13 не довязываем 13 белый сюда нам нужно протяжку сделать серого цвета опять же помним что не затягиваем все очень свободно серый далее провязываем 2 столбика серым цветом провязали 2 далее провязываем 2 не довязываем ввязываем сюда черную снова делаем протяжку расслаблено вот так вот если вы хотите экономить нить и не делать протяжки допустим да мало ли можете просто каждый раз обрезать вот поменяли обрезали присоединять каждый раз заново новый цвет и так далее 2 2 столбика черным цветом провязали 2 не довязываем присоединяем здесь фиолетовую ниточку и до конца ряда у нас остается 11 до 11 столбиков фиолетовым цветом мы провязываем до конца так довязали ряд делаем воздушную петлю разворачиваемся теперь это у нас следующий десятый ряд то есть мы провязываем его повтором как я вам уже и говорила да повторяем по фиолетовым фиолетовым по черным черным по серым серую и вот эти протяжки соответственно ввязываем и возвращаемся вязать вместе уже следующий 12 ряд и так довязали мы десятый ряд проверяйте себя что все ниточки у вас обязательно на изнаночной стороне то есть впереди у нас ничего нету делаем воздушную петлю далее у нас следующий 11 ряд мы провязываем 11 столбиков фиолетовым цветом так провязали 11 в 11 меняем цвет на черный так поменяли фиолетовую ниточку подтягиваем далее вяжем два так два столбика черным цветом 1 2 во втором меняем на серый далее серым вяжем три столбика 1 2 тут у нас начались уже протяжки там не забываем их тоже ввязывать я вот забыла но ничего страшного так 3 в третьем меняем цвет на белый где же он белый подтягиваем серую ниточку далее вяжем белым 11 столбиков протяжки ввязываем провязали 11 белым цветом не довязываем сюда мы делаем протяжку серого цвета аккуратно не затягиваем провязываем 7 стол ой 3 столбика серым цветом 2 3 в третьем меняем на черный снова делаем черную протяжку снова ничего не затягиваем затягиваем теперь вот серую нить вот так вот аккуратно далее у нас черным идет два столбика 1 и 2 и меняем здесь цвет на фиолетовый и до конца ряда вяжем уже фиолетовым фиолетовым у нас получается 11 столбиков без накида и хочу вам сказать если вы замечаете вот такие вот несостыковки в узоре то есть смотрите здесь черное а здесь вот у нас не совсем совпадает рисунок я хочу вам сказать чтобы вы не переживали все таки мы не вышиваем а вяжем и у нас вот немножко неровно получается но эти недочеты мы исправим самом конце стежками просто черной нить нитью с иголкой все у нас будет красиво и одинаково таких недочетов будет у нас несколько штук но все мы потом исправим провязываем 11 столбиков фиолетовым цветом до конца ряда делаем воздушную петлю разворачиваем вязание и соответственно мы возвращаемся повторяем ряд с изнаночной стороны самостоятельно и не забываем все ниточки оставлять сзади так мы довязали 12 ряд воздушная петля разворачиваемся следующий 13 ряд вяжем 11 столбиков фиолетовым цветом 11 столбики меняем на черный провязываем два ряда черным 2 столбика точнее черным 1 2 меняем здесь на серый далее нам нужно провязать 17 столбиков серым цветом вот эту протяжку ввязываем белую ниточку здесь отрезаем вот такой вот кусочек белая пока нам долго не понадобится поэтому ее можно обрезать далее вяжем 17 столбиков серым цветом соответственно ввязываем протяжки и ввязываем белый кончик который мы отрезали чтобы ниточка закрепилась и нигде не порвалась так провязываем 17 столбиков так подтягиваем провязываем со всеми протяжками и так 17 столбик не довязываем делаем протяжку черного цвета так не затягиваем и 2 столбика черным провязываю во втором меняем цвет на фиолетовый далее у нас 11 получается столбиков фиолетовым цветом снова воздушная петля и с изнаночной стороны мы повторяем этот ряд итак мы провязали получается уже 14 ряд воздушная петля дальше у нас будет 15 16 17 и 18 ряды одинаковый то есть четыре одинаковых ряда то есть мы с вами сейчас вяжем так 12 столбиков фиолетовым цветом 2 3 4 5 6 7 8 9 10 так 11 и 12 в двенадцатом мы меняем цвет на черный где же он у нас фиолетовую ниточку подтягиваем меняем на черный провязываем 2 столбика черным цветом 1 2 вязываем сразу протяжки далее во втором меняемся на серый провязываем серым 15 столбиков ввязываем все протяжки провязываем 15 столбиков так провязали 15 в 15 мы присоединяем черную делаем протяжку присоединяем черную так черным мы вяжем два столбика 1 2 во втором присоединяем фиолетовый и соответственно фиолетовым вяжем 12 столбиков до конца ряды доходим делаем воздушную петлю и в обратную сторону повторяем тоже самое довязали мы с вами изнаночную сторону это получился у нас 16 ряд делаем воздушную петлю и дальше 17 и 18 ряд у нас должен повториться то есть следующий ряд мы вяжем по тем же петлям фиолетовым по фиолетовым черным по черному серым по серому и так далее до конца ряда мы провязываем сейчас этим этими же цветами по этим же цветам то есть по лицевой стороне и возвращаемся по изнаночной тоже по тому же рисунку то есть здесь у нас дублируется ряд провязываем самостоятельно одинаковые виды и встретимся уже получается на девятнадцатом ряду довязали мы с вами повторяющийся ряд это был 18 теперь приступаем к 19 воздушную петлю сделали провязываем фиолетовым цветом 14 столбиков без накида и так в 14 не довязываем присоединяем черную подтягиваем фиолетовую провязываем черным 2 столбика 1 2 протяжки ввязываем далее во втором присоединяем серый вот так вот далее провязываем 11 столбиков серым цветом ввязываем протяжки 11 столбиков вяжем в одиннадцатый присоединяем черную провязываем черным 2 столбика 1 2 и во втором присоединяем фиолетовый и далее провязываем 14 столбиков фиолетовым цветом до конца ряда делаем воздушную петлю разворачиваем вязание и с изнаночной стороны повторяем ряд и так довязали 20 ряд воздушная петля следующий двадцать первый ряд провязываем 16 столбиков фиолетовым цветом 3 далее в шестнадцатом меняем нить на черную далее провязываем 2 столбика черным цветом ввязываем протяжки так второй далее во втором меняем на серый провязываем 3 столбика серым цветом ввязываем протяжки 1 2 3 в третьем меняемся снова на черный так здесь у нас уже пошли уши провязываем 1 столбик черным цветом меняем сразу же на снова на серый 1 даже не довязали меняемся на серый провязываем 3 столбика серым цветом 1 2 3 в в третьем меняемся на черный так поменялись на черный и провязываем 2 столбика черным цветом 1 2 меняемся на фиолетовый получается и провязываем оставшиеся 16 должно у нас остаться столбиков фиолетовым цветом 2 вот так должно получаться и соответственно 16 столбиков провязали воздушная петля развернулись и повторили ряд с изнаночной стороны так мы довязали получается уже 22 ряд воздушная петля переходим к вязанию 23 вот что у нас получается так теперь мы вяжем 23 ряд 15 столбиков фиолетовым цветом 2 3 в пятнадцатом мы меняемся на черный фиолетовую подтягиваем далее провязываем 1 столбик черным цветом не довязываем его и присоединяем здесь снова у нас возвращается белый цвет присоединяем белый цвет так подтягиваем все черную ниточку хорошо подтягиваем провязываем белым цветом 2 столбика без накида 1 не забываем кончик присоединенной белой ниточки ввязывать 2 во втором меняемся на серый провязываем дальше 2 столбика серым цветом тут уже пошли такие ряды посложнее 2 столбика провязываем серым цветом 2 не довязываем меняемся на черный так поменялись на черный провязываем черным один столбик вот так вот один не довязываем получается как обычно до присоединяем фиолетовую фиолетовую вот эту первую которая справа у нас идет присоединяем фиолетовую провязываем следующий один ряд фиолетовым цветом то есть один столбик провязываем фиолетовым не довязываем снова присоединяем черный вот так вот далее снова один столбик черным цветом снова не довязываем присоединяем серый провязываем дальше 2 столбика серым 1 2 2 не довязываем присоединяем сюда белый делаем протяжку присоединили белый провязываем белым тоже два столбика 1 2 2 не довязываем присоединяем черный так у меня соседи начали бушевать черный присоединили далее один столбик черным получается у нас сразу не довязываем сразу сюда фиолетовый и далее 15 столбиков фиолетовым цветом то смотрите у нас довольно таки часто тут менялся цвет вот далее провязываем 15 столбиков черным ой фиолетовым цветом 15 столбиков фиолетовым цветом и соответственно делаем воздушную петлю и с изнаночной стороны повторяем эту комбинацию так мы вернулись это у нас был 24 ряд далее 25 и 26 у нас снова идет повтор то есть мы сейчас вяжем в эту сторону повтор по этим петлям которые у нас есть по фиолетовым фиолетовый по черным черное по белым белое соответственно да по этой же схеме вяжем мы в эту сторону ряд и в обратную сторону то есть 25 и 26 у нас идет повтор так мы провязали с вами повторяющийся ряд и далее у нас получается 27 делаем воздушную петлю провязываем мы сейчас 15 столбиков фиолетовым цветом 2 3 провязали 15 в 15 меняем на черный провязываем черным 1 столбик меняем сразу же на белый провязываем белым 4 столбика 1 2 3 4 присоединяем черный здесь обрезаем серую ниточку я уже обрезала вот она у меня кончик вот такой оставляем и ввязываем его вместе с протяжками черный столбик так черный 1 получается мы его не довязываем присоединяем сразу фиолетовый фиолетовый тоже у нас один получается мы его не довязываем сразу же снова черный так снова черный черном тоже один не довязываем снова присоединяем белый серый кончик ввязываем и серая ниточка больше не будет нужна нам провязываем 4 белых 2 3 4 4 белых присоединяем черный и там серый не до конца ввязала вижу следующем в обратном ряду черный 1 провязываем сразу же меняемся на фиолетовый и провязываем получается у нас 15 столбиков фиолетовым до конца ряда соответственно делаем воздушную петлю и возвращаемся по той же схеме обратно и так мы вернулись теперь нам нужно снова повторять ряды вот этот ряд который мы сейчас с вами вязали у нас таких рядов должно быть 8 получается 2 из них мы уже провязали то есть в ту сторону и в обратную нам еще нужно провязать шесть рядов по вот этим же петлям то есть сколько это у нас получается 15 фиолетовых 1 черный 4 белых 1 черный 1 фиолетовый 1 черный 4 белых один черный 15 фиолетовых то есть мы должны с вами еще 6 рядов таких провязать три раза туда обратно то есть вяжем сюда обратно сюда обратно и так три раза и возвращаемся так ну что мы довязали 8 рядов проверяем себя начинаем вот с этого ряда так вот где у нас серые два столбика и получается вот 4 белых проверяем 1 2 3 4 5 6 7 8 все правильно 8 рядов у вас должно получиться итак мы уже с вами находимся на финишной прямой следующий ряд по счету у нас получается 35 и уже мы провязываем 16 столбиков фиолетовым цветом провязываем так шестнадцатом присоединяем черный провязываем черным 1 столбик не довязываем присоединяем белый белым провязываем 3 столбика 1 2 3 в третьем мы снова меняем на черный так подтягиваем там белую нить подтягиваем черный черным провязываем 1 столбик не довязываем меняем на фиолетовую фиолетовым тоже один столбик не довязываем снова меняем сразу же на черную так подтягиваем там фиолетовый сзади меняем на черную черным снова один столбик не довязываем меняем на белую так поменяли на белую белым провязываем 3 столбика 1 2 и 3 3 провязали меняемся на черный черным 1 не довязываем меняемся на фиолетовый так провязываем получается 16 столбиков фиолетовым цветом до конца ряда далее в конце ряда как всегда воздушная петля поворот и по изнаночной стороне повторяем этот ряд так довязали мы до конца ряда здесь белую нить можно отрезать она нам больше не нужно следующий ряд у нас 37 остается у нас два ряда где мы будем менять нить и все так провязываем значит 17 столбиков фиолетовым цветом так в семнадцатом значит присоединяем черный цвет подтягиваем фиолетовую белую вот эту вот обрезанную мы ввязываем дальше провязываем 4 столбика черным цветом 1 2 3 далее 4 провязали 4 столбика меняем на фиолетовый провязываем 1 фиолетовым далее сразу же меняем на черный так белый продолжаем ввязывать протяжки тоже провязываем так 4 столбика черным так что это у тут 1 2 3 и 4 провязали в четвертом меняемся на фиолетовый и до конца ряда получается 17 столбиков провязываем фиолетовым цветом делаем воздушную петлю разворачиваемся и по изнаночной стороне повторяем то же самое и так мы довязали получается 38 ряд обрезаем черную обрезаем фиолетовую которая вот у нас 2 вот так вот мы их обрезали и их будем ввязывать и нам теперь с вами остается провязать 4 ряда только фиолетовым цветом также как мы делали это внизу то есть 4 ряда по получается 43 столбика без накида мы вяжем фиолетовым цветом то есть два раза туда обратно туда обратно вот и вот эти вот ниточки черную фиолетовую ввязываем и уже вернемся дальше будем оформлять ну что закончили вязать 4 ряда вот она у нас прихватка получилась готова если у вас это первая сторона то ниточку обрезаем закрепляем обрезаем вяжем точно также вторую и у второй детали нить уже не обрываем мы будем этой нитью потом соединять две прихватки дальше нужно нам ее разгладить отпарить чтобы она стала ровнее и приступать к оформлению уже будем вышивать глаза нос и корректировать вот эти некоторые недочеты а потом уже будем соединять пошла я немножечко разглажу насколько это получится и вернемся так немножечко я разгладила в первую очередь мы будем вышивать глаза и нос вот такие вот берем черную ниточку yarnart джинс тоже отрезаем небольшой кусок сантиметров 30 вставляем в иголку и будем вышивать глаза у нас должны быть вот тут вот вот в этом белом столбике где у нас серый цвет получается вот у нас три столбика последний ряд с белыми столбиками вводим сюда вот черную нить оставляем с той стороны вот такой кончик и примерно вот так вот нам на расстоянии одного столбика нужно вышить глаз вышиваем сначала такой вот типа круг вот так вот вот так вот и будем полностью вот этого то что мы границы наметили с вами вот он у нас видите всего лишь один белый столбик мы вокруг него прошлись и теперь нам нужно его заполнить ностью черным цветом начнем сверху полностью вот так стежками мы его заполняем снизу вверх стежки проделываем таким образом пластиковые глаза сюда конечно не подойдут особенно если прихватка будет действительно использоваться для горячего если как декор то можно и пластиковые воткнуть так вот заполняем в этот раз мне не получилось все сделать увязанным как у тигра поэтому вот придется немножечко по заморачиваться с вышивкой так вот заполнили мы весь прямоугольничек можно еще один стежок вот тут сделать и вывести нить сзади вот тут вот в воде у нас получился вот такой глаз смотрите надеюсь было все понятно и таким же образом нам нужно вышить второй если вы вот у меня здесь смотрите не очень в этот раз получилась красивая задняя сторона потому что на камеру вязала и забывала ввязывать протяжки вот у первой у меня гораздо все симпатичнее здесь вот я одну только забыла вязать в принципе если хотите одностороннюю то вам надо будет тогда с двух сторон вышивать глаза чтобы они покрасивее были поэтому смотрите если мы соблюдаем сзади красоту то вот это вот нить нам нужно вышить следующий глаз то есть мы должны вот до сюда дотянуть эту нить если мы хотим чтобы ее не было видно то просовываем иглу между вот столбиков вот этих вот вот этих видим до доходим до вот этого где у нас будет второй ай второй глаз вытягиваем так сейчас вытягиваем все но у нас нить спряталась внутри столбиков и и незаметно праву проходим проводим сюда и таким же образом вышиваем второй глаз самостоятельно уже глаз готов теперь нам нужно вышить нос нос у нас будет вот здесь вот по центру то есть между вот этим верхним белым и вот этим вот нижним рядом соответственно нам тоже нужно сейчас тут так протянуть до туда нить до места где у нас будет нос в принципе вот здесь вот перебраться на другую сторону так вот смотрите выводим здесь вот ниточку по центру так по моему здесь да и примерно на два столбика вот так вот проделываем стежок и на один столбик вниз то есть нам нужен треугольник вот так вот соответственно делаем треугольничек и точно так же как глаз и будем его заполнять сильно большой не делаем наметили треугольник и теперь сверху и этот вот в угол мы проделываем стежки заполняем полностью треугольник черным цветом таким образом полностью заполняем треугольник так у меня остался последний стежок последний стежок я прошиваю треугольник и опускаюсь вот сюда параллельно вниз до черных петелек то у нас будет линия рта так немножко тут поправляем и теперь от вот этой линии до носа до верха проводим вот такой вот стежок сюда и выводим сзади то есть вот так должно получиться теперь нам нужно откорректировать вот эти вот наши недочеты где вот здесь вот 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 в этом месте будем корректировать потом вот тут вот тут вот и вот в этих двух местах а еще вот здесь то есть мы просто там вот где у нас есть такие недочеты мы туда доводим ниточку если вам не принципиально красота сзади то мы можем вот просто вот так ее пройти никуда ничего там не просовывать да мне красота не принципиально поэтому я прошла вот так если вам принципиально то вы между столбиков проходите так вот мы дошли до сюда где у нас так дошли мы до сюда где у нас есть так немножко не там я вышла вот здесь выходим где у нас вот это вот фиолетовое тут как бы должно быть черное да и мы здесь просто вот на месте фиолетового этого столбика вот так вот прошиваем пару стежков этой черной ниткой как бы подравниваем контур так второй закрываем этот фиолетовый столбик выводим и все и у нас уже получилось покрасивее то есть вы увидели да вот это более менее как бы как и с этой стороны то есть и точно так же мы делаем здесь мы доходим досюда вот у вот посмотрите вот этот у меня ряд это вот эти такシас вот здесь я прошила стежок то есть вот здесь вот вот эту белую перекрыла черным стежком вот здесь тоже перекрыла черным стежком и соответственно вот тут тоже перекрыла черным стежком и вот здесь, то есть еще вот в этих четырех местах перекрывайте черным стежком, чтобы было ровненько и все, и уже перейдем с вами вместе к сшиванию двух деталей. Так, все недочеты я перекрыла и вспомнила, что нужно еще вышить брови где-нибудь в произвольном месте вот так вот на один стежок вышиваем так вот бровки и здесь тоже параллельно. Вот так вот примерно получится, вот так вот, вот такой зайчик у нас получился. Можете еще что-то добавить, если хотите. Если хотите, кстати, сделать снежинки, как я это говорила в начале видео, то нужно это делать тоже на том этапе, пока вы еще не соединили две детали. Я не буду делать снежинки. Если вы хотите делать, то берете просто белую нить и просто стежками разной величины вышиваете снежинку. Я думаю, что все знают, как это делается. Итак, теперь соединяем детали. Так, значит, что мы делаем? Значит, вторая деталь, у нас, которую мы вязали последнюю, мы ложим вот так изнанкой вверх, прикладываем сюда первую деталь уже лицом вверх, берем ниточку, переходим, смотрите, в уголке на первую деталь, вставляем иголку, так, промазала, переходим сюда, просовываем нить и вот провязываем столбик. И далее таким же образом нам нужно будет вязать по всему периметру. То есть, смотрите, так как тут у нас угол, то в одну петлю на углу мы будем провязывать где-то сначала вот два столбика и потом, когда дойдем до сюда, провяжем еще два. То есть, смотрите, как вам больше покажется, как лучше, то где-то 3-4 столбика в каждый угол мы должны обязательно провязывать, потому что идет закругление. Ну, дойдем до следующего угла, я еще раз покажу. И нам нужно теперь зацепляться, за первую и за вторую одновременно деталь и провязывать столбики. Вяжите здесь очень расслабленно, чтобы ничего не сгибалось. То есть, провязываем вот так вот расслаблено столбики, вот так, и то есть получается мы полностью до низа, до угла доходим, провязываем столбиками без накида, довольно расслабленно, и дойдем до угла и покажу, как лучше провязать угол. Зацепляем обе стороны и провязываем. Вот так вот аккуратненько должно получаться. Еще раз повторяю, что делайте это расслабленно, чтобы ничего не скатывалось. Так, провязали мы одну сторону. Смотрите, как должно получаться и с обратной стороны вот так вот. Дошли до угла и теперь смотрите угол. Так, в угол я уже провязала вот одну петлю, далее провязываем сюда же вторую, вторую и сюда же провязываем третью, потому что у нас тут закругление. Три в принципе вот недостаточно. Смотрите, закругление прошло, смотрим, что вам три петли хватает довольно таки нормально и провязываем уже следующую дальше. Если три петли мало, чувствуете, что хотите еще, провязывайте еще. И далее таким же образом мы должны с вами провязать полностью все стороны, вот так вот столбиками без накида, то есть каждый угол по три столбика и доходим до сюда, вот где мы начали, до сюда и доходим. Итак, дошли мы до угла, провязали уже все стороны. В этот угол мы вначале провязали уже два столбика и нам остается еще один столбик сюда провязать, так как везде у нас по три столбика и здесь будет тоже три. И теперь нам нужно сделать петельку, за которую мы будем вешать нашу прихватку. Провязываем 17 воздушных петель, четыре, пять, шесть, семь. На самом деле количество воздушных петель вы можете регулировать, естественно, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я сориентировалась на прихватку с прошлого года. Если вам нужно петелька больше, вы, соответственно, набирайте больше воздушных петель, если нужна петелька меньше, то меньше. И далее, смотрите, вот так вот аккуратненько сгибаем, чтобы она у нас не перекрутилась. И в следующую вот эту петлю мы провязываем соединительный столбик. Так, подтягиваем соединительный столбик и вот так вот петелька у нас здесь осталось. Далее в следующую петлю, которая у нас уже идет на боку, мы сделаем еще один соединительный столбик, просто для закрепления. Вот так вот. И вот у нас получилась петелька. Далее воздушная петля, отрезаем ниточку и все. И можно ее просто уже будет спрятать сюда иголкой внутрь. Ну и все, что я хочу вам сказать. Прихватка у нас с вами готова. Прихватка готова, вот такая она получилась. В общем-то, ее нужно тоже разглаживать теперь, поправлять и уже все, можно пользоваться. Я надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. Переходите вязать прихватку предыдущего года. Вот она у меня, кстати, уже разглажена и активно используется. Вот так вот она выглядит. Эту вы отпарите, разгладите, она тоже станет у вас ровненькая. Всем спасибо за внимание. Скоро на канале выйдет мастер-класс по вязанию зайчика, символа года. Так что ждите. Всем пока-пока.